всех приветствую товарищи сейчас по ходу дела гроза будет а я собрался в очередную экспедицию выходного дня так скажем плюс 17 на улице но ощущается немножко пожарче около 20 ощущается влажность в общем я думаю что чуть наверно будет сейчас еще ветер такой поднялся ну да ладно главное тепло а остальное какая разница правильно путешествие наше начинается по такой вот забытой богом и местными властями старой лесовозной дороги построена еще в советское время дорога состоит из железобетонных плит проложенных в одну колею ну как видите где-то местами плиты уже отсутствуют где-то они пришли в негодность однако же дорога живая в конце этой дороги есть несколько живых деревень но есть несколько и мертвых которые как раз таки и представляют для меня интерес вот тут вот как видите производится лесозаготовки что беля елка береза ну а там вот теплушка лесников впереди дымится сидит сторож и вот делянка вот еще что беля с лесом тянутся вдоль дороги осина береза елка заготовленные ждут вывозки а вот делянка молодые деревья оставлены но все взрослые соответствующие возрастом рубки срублены и вот конец маршрута по дороге проезжей сейчас надо будет искать дорогу ведущую вот в эти вот деревни которые нас с вами интересуют получится или нет честно говоря не знаю потому что встретилась мне тут по дороге как раз таки такая вот от подбородка там когда-то была дорога видимо куда-то вот в эти области но она уже в таком состоянии абсолютно не проезжим заросшая так но я думаю что нам сюда куда-то 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 куда нам надо так здесь не вижу я чтобы вы так здесь какой-то песочек не очень нравится ну ничего я думаю нормально да машинка то чуть-чуть провалилась но это все друзья ерунда нам надо сюда так вот все объехать так почему-то дорога идет в сторону а тут большие большие колеи глинистые так стоит наверное все таки повернуть я пониженный включил сразу стоит повернуть вот сюда я думаю что и все-таки местные ездят значит они знают что-то значит они знают поэтому поедем вот сюда вот так вот относительно дорожка неплохая я так полагаю тут еще наверно одна дорога есть я выбрал ту что похуже что-то я сомневаюсь что в живую деревню по таким дорогам ездят да и следов-то особых нет видно что она такая заброшенная немножко подзаброшена однако же ничего проехать проехать получается ух а тут какие колеи грязные да вот такие места на каршеринге не проедешь потому что у них нет внедорожников скажите что-то вдруг про каршеринг тут вспомнил а потому что в казани столица татарстана открылся делимобиль теперь каршеринг доступен и там причем довольно таки большая зона охвата много автомобилей пола хендай солярис бмв ниссан кашкай киа икс лайн вот такой вот автопарк и машины 20 процентов даже больше из них оборудованы детскими креслами и зона покрытия такая внушительная вот до нижнего новгорода можно доехать даешь королы ульяновска дмитровограда тольятти самары бугульмы нижнекамска набережных челнов зеленобдольска алексеевского так что так много большой охват много городов я вам скажу там пока доступна только поездка без возможности завершения аренды в этих городах но можно оставить в режиме ожидания машины и спокойно погулять вот так вот что такое дели мобили как им пользоваться смотрите по ссылке внизу или вот тут она выскочит я подробнейшим образом про это рассказывал сам иногда пользуюсь нам надо сейчас как-то вот проехать я вот честно говоря здесь в замешательстве вот тут вот такие колеи которые мне не нравятся впереди какой-то ручей здесь все раскиши так что будем что-то делать будем пробовать проезжать сейчас я определюсь с местоположением и продолжим дорога да вот дорога там идет я решил идти немножко срезать ну попробуем короче проехать вот это место особо грязно я по полю пройду думаю что не знаю получится у меня это или нет что меня здесь места не нравится или или тут все-таки ехать в колеях в этих что-то что-то не знаю но давайте попробуем немножко по полю а вдруг получится вдруг я тут не провалюсь так то вроде ничего сухо относительно но здесь вижу да кто-то ехал когда-то колеи есть может быть пройду вот тут вот сюда выехать что ли дальше там ручей идет на давайте-ка я попробую через эти вот колеи проехать вот тут вот немножко сократим путь вот так вот так вот отлично и вот сюда вот мы с вами сейчас должны по идее выехать ну-ка ну вот да так вот вроде вроде получается и вот сейчас сюда выйдем на дорогу да тут не проехать бы было очень сильно большие камни так а тут вот кто-то как раз вот так же как я и пытался проезжать давайте-ка мы повторим маршрут блин а тут а тут такие здоровые колеи слойду посмотрю слушайте вообще погода сегодня к шикарнейшая просто просто шикарная я очень сильно доволен что выбрался на природу ну да вот здесь вот прямо рубануть да я думаю нормально будет 2 пониженно сейчас прямо сюда жидко все и должны выскочить для разных торопыжек повторяю я езжу аккуратно в таких вот местах чтобы не ходить потом за трактором да поэтому не надо меня не надо мне говорить что ты тут очень так аккуратненько ешь нет все все я делаю с умом делаю ребята с умом от яблони ветер растут так чего страшно страшно завязнуть страшно здесь завязнуть друзьям но не должен я лопату так-то с собой взял так ну чего все таки я решил аккуратненько здесь попробовать проехать на первой на первой пониженной вот так вот давай 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 без блокировки еду все выехал ура посмотрим что там получилось ну так увидите в грязи куда попал немножко все равно еще нормально воздух красотища вот друзья жалко не передает не передает монитор компьютер не передает вот этот вот эту свежесть весеннюю как же классно старый яблоневый сад смотрите у меня такой тоже будет лежит корова отдыхает кто-то держит тут корову так я тут не не завязну нигде ну смотрите а дом этот не жилой что ли по ходу дела что-то он какой-то так я наверное не туда опять еду мне бы вот в сторону свернуть и вот здесь вот проехать тут что-то какие-то колеи вот здесь глубокие лучше вот тут вот в стороне сидит сидит отдыхает а я пытаюсь я пытаюсь прорубиться пытаюсь прорубиться и у меня это в принципе получается в общем тут немножко я под замешкался потому что надо было определиться куда ехать дальше вот благо местный мужик помог но говорит я тебя говорит вытаскать не буду если ты дальше поедешь ну а я с умом постараюсь это сделать так вот тут вот да вдоль забора он а вот там вот вдоль забора он сказал где-то тут надо ехать ну здесь явно не ездят вдоль забора тут что-то как-то сыро совсем а вот тут вот вот здесь да здесь ездят ох друзья не знаю я получится ли у меня сегодня задуманное потому что ну вот как-то тут тут вообще не не весело тут товарищи вам скажу не весело здесь вот здесь сыро вот я думаю что вот по этой стороне если уж ехать так тут вот выехать здесь вот попробовать проехать не знаю конечно это надо летом все это делать сейчас очень сыро поэтому тут никто не ездит а я смогу наверное вот сюда подняться и поверх проехать как-нибудь вот туда может быть может быть у меня и получится посмотрим давайте попробуем да ездить тут конечно страшно в такое время а ведь это по сути обычное явление для местных жителей вот так вот да ух ты е мое потащила меня надо сейчас аккуратненько аккуратненько и вот сюда вот 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 сюда вот вот так вот вот так вот ну и вот влететь наверно в эту горку попытаться да вот сюда вот влететь и туда наверх тут вот потому что по-другому здесь не проехать будет я так чувствую и вообще что-то мне эта затея не нравится я вам так скажу ну сюда вот попробую сейчас заехать вот так вот ну здесь вроде ничего вот ну туда вот туда сейчас вверх поеду включил блокировку тоже вот мужик сказал уазики здесь не возвращается поэтому но него то она в каких-то ситуациях вот в таких допустим как вот мы сейчас по полю едем она она лучше бывает уазика просто потому что она легче ну и может быть может быть может быть короче нам повезет и мы вернемся мужика l200 кстати так он говорит что тяжеловат он и развесовка ему не нравится что зад не догружен вперед нагруженные машина в какие-то моменты его от проваливаться у него передок приходится приходится тяжко и дождик как раз пошел вот что нужно дорогу дождик есть такая примета но в моем случае приметы не работают так что не будем заострять на этом внимание так вот эта дорога разъезженная ну естественно мы идем в обход как все нормальные герои здесь сыра вот такие возвышенности да и сыра потому что глина глинистая почва ага вот он про это ручей мне и говорил что тут вот плиты лежат лежат тут плиты и и надо на них попасть чтобы сюда выехать чтобы переехать через этот ручей да конечно дорожка такая это вот мост называется вот это мост вот они плиты вот так тут ездят тут видите бревнышки а едут тут вот так вот вот сюда сюда и сюда наш сегодняшний сюжет называется доехать и вернуться поэтому немножечко будем используя джиперскую терминологию читерить да по самым то таким плохим местам ехать не буду если есть возможность их объехать вот тут допустим чем вот туда есть лезть в эти непонятные колеи которые кем-то там накатаны я вот что тут проеду аккуратненько и собственно перед нами открывается то что меня несколько пугает такая вот дорожка друзья через ручей я думаю это стоит того чтобы поснимать с улицы вот так вот что мы Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот там вот я их видел То есть он пошел другой дорогой Он вот сюда вот пошел, в эту гору Вот, а мы... А мы не знаю, честно говоря, куда поедем дальше Потому что здесь вот уже довольно-таки сыро Если только объехать это место Я сейчас схожу на разведку и решим, что дальше делать Я сходил на разведку Прямо салатся смысла нет Там просто-напросто нет дороги Огромные колеи Вот, и, собственно, пусть только один через деревню Через деревню Через деревню Вот мы сейчас туда и поедем Так... Тут вот... Так... Нормально Почва достаточно Дерн прочный, короче Держит Так... А тут начинаются опять колеи Товарищи Ух ты, ё-моё Я думал, тут дорога есть Тут дороги нет Тут дороги нет Тут дороги нет Вообще А ведь тут где-то живут, мне сказали Кто-то Ну ладно, поедем тогда Вот, поеду Поеду в разрез вот так вот Посмотрим Куда приеду В итоге Да, слушайте Вообще сырость, конечно, жуткая здесь Что делать-то? Там дом он развалившийся совсем Тут объехать-то интересно Вообще-то возможно Вот это вот всё Я бы по полю лучше бы Вот это всё объехал Что-то по этим колеям Что-то мне как-то желания ехать Вообще никакого нет Сейчас пойду Ещё раз схожу, посмотрю Проверил Заодно по деревне погулял Жуткое место, честно говоря Ни одной живой души И дома-то брошенные А как будто Как будто они Ну вот только-только Люди тут были, короче Вот так вот А присмотришься А всё уже во мху Там дрова заготовлены Допустим Там мхом уже поросли Ну покажу Сейчас доедем до туда В общем Вперёд Можно ехать Но опасно Я решил Немножко по-другому сделать Я решил вот здесь По полю проехать Тут была дорога Тоже И Здесь по суше Просто-напросто Тут всё-таки Сыровато Вроде как Такая как бы Дорога-то не очень Не очень страшная Но Ну-ну-ну Лучше Как говорится Перестраховаться В этом случае И проехать Вот тут И я вижу Что вот здесь Кто-то ехал Может быть Как раз Вот Мой предшественник Тут проезжал Знаю Тарелка На доме висит Видимо Наверное На лето Сюда приезжает Но честно говоря Такие дороги Тут Видимо Летом Всё-таки Значительно Суша Тут становится Вот В Перуе Честно говоря В таком месте Где вот настолько Всё Настолько Дорога плохая Вот она Дорожка Идёт Тропинка Тропинка Про которую Мне говорили Так И Я Соответственно Попадаю На Деревенскую Дорогу Видите Да Конечно Вопрос Теперь Ну да Как дача Видимо Использоваться Вопрос Вопрос Теперь Как Дальше Действовать Вниз Вот Тоже Можно Бы проехать Конечно Но Туда Не хочу Поедем Прямо Так Короче Сейчас На второй Пониженной Рубанёмся Через эту Вот Лужу Давайте Давайте Посмотрим Что Из Этого Ух Ты Моё Ух Ты Моё Какая Она Глубокая Давайте Посмотрим Так Обратно Путь Отрезан Я так Полагаю Да Да Обратно Путь Отрезан Ну Как Отрезан Можно Вот Тут Проехать Но Я думаю Что Я Другой Дорогой Отсюда Выберусь Если Всё Будет Хорошо Конечно Да Слушайте Тут Опасное Место Опасное Место Здесь Сейчас Рубанём Да Ребята Это Серьёзно Да Короче Я тут Обратно Ехать Не хочу По этой Дороге Во Прикол Будет Если Это Единственная Дорога Сюда Да Слушайте Вообще Конечно Смотрите Ко Всё Брошенное Такое Вот Это Не Храм Случайно Был Ощущение Что Большая Постройка Как Часовня Может Или Что А тут Я Объехал Вот Эту Лужу Объехал Вот Здесь Потому Что Там Какие Бревна Так И Я Вижу Дальше Следы Поехал Кто Куда По Полю Через Через Вот Этот Вот Наверное Старый Огород Чей-то Попробуем Туда же Двигаться Вниз Там Сыро Кстати Телефон Висит На столбе Везде Они Эти Телефоны У нас А мы Поедем Вот По старым Чьим-то Следам Ну Старые Они Или Новые Я Не знаю Может Этот Вот Товарищ Про которого Я говорил Тут И ехал Тут Вот Прямо Так Вопрос Только Знаете В чем Мне Сейчас Надо На то Поле Попасть Я Там В принципе Тогда Могу Могу Проехать Очень Хорошо Так И вот Здесь Вот Здесь Вот Такие Места Сырые Они Мне Не Нравятся Тут Вот Можно Наверное Провалиться Так Перемахнуть Это Бы Как Быть Тут Так Без Без Того Чтобы Застрять Надо Конечно Посмотреть Пройти В общем Проверил Надо Назад Тут Очень Топканое Там Поле Хорошо Что Не поехал Вперед А мы Сейчас Поедем Вот сюда Вот Здесь Вот Должно Быть Все В порядке Надеюсь Что Здесь Досок Нет С гвоздями Тут Вот Вот Здесь Отлично Так Здесь Все Нормально И нам Сейчас Надо Перескочить Перескочить На поле Через Колеи Вот Можно Здесь Проехать Такой Тут Участок Неплохой Довольно Таки Но Там Надо Сквозь Деревья Проезжать Мне Не Хочется Это Делать Поэтому Попробуем Вот Здесь Вот Тут Вот Попробуем Перескочить Да Тут Я думаю Что У нас Все Получится С вами Давайте Попробуем Так Вот Тут Вот В этом Месте Аккуратно Тронемся И Вот Здесь Вот Так Вот Отлично И Вперед И Погнали И Погнали По Полю Объезжать Объезжать Вот Эту Плохую Дорогу Отлично 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 Поле Неровное Но Не сырое Так И вот Здесь Вот Мы Как раз С вами Объехали Деревню И Попадаем На какую-то Дорогу Относительно Сухую Это Все Я на Разведке Уже Успел Обнаружить Там Кто-то Доски Кстати Оставил Это Плохой Знак Это Плохой Знак Это Значит Что Там Наверное Не Не все Не все Хорошо Там Короче Так А вот Здесь Вот Давайте Немножко Я вам Тогда Сделаю Экскурсию Я просто Хочу Чтоб Вы эту Атмосферу Прочувствовали Смотрите Пока Машина Отдохнет Немножко И давайте Пройдемся По деревне Ой Ключ 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 Заберем Мало В общем Вот друзья На таком Холме Деревня И кажется Что Вот видите Дома Подключены К электричеству Да Все Тут Как бы Забор Яблони Вот Видите А присмотришься А крыши Все провалились А все Такое Уже Старое Дряхлое Все разваливается Вот дом Пожалуйста Кажется Что в окнах Кто-то есть Даже А на самом Деле Давно Уже Никого Нет Все Истрело Смотрите Газеты Как Нет Стекла И вот И никого И дверь Открыта Провода Подходят На этой Скамеечке Когда-то Кто-то Сидел А теперь Тут Даже Елочка Выросла Молодая И видно Что Никто Сюда Не ходит Все Заросшее Полностью Баня Посмотрите В каком Состоянии Светильник И даже Лампочка Стоит То есть На огород Светил Видимо Фонарь Вон Вся Потолок Провалился Там Печку Видно И здесь Смотрите Вот Тоже Кажется Что Вот Ну Издалека Там Что Вроде Кто-то Есть А вот Смотрите Дрова Все Все Мхом Поросло Ужас Жуткое Зрелище Это Хлев И Ни души Никого Ни одного Звука Нет Птички Поют Да Слушайте Вообще Конечно Атмосфера Я вам скажу Такая Вниз Вниз Нам Явно Не стоит Ехать Здесь Тоже Какой-то Дом Брошенный Тут Похоже Никто И не Жил Недавно Ну Как Сказать Был Построен И брошен Слепо Всему То есть В него Не переехали Вот так Выглядит Да А там Сруб Вообще Какой-то Уже Здесь Покосившийся Слушайте Таких мест Я еще Не видел И Вот тут Просторы Смотрите Какие Отсюда Открываются Река Внизу Я хочу Посмотреть Есть ли Внизу Дорога Вообще Чтоб Не оказалось Так Что я Сейчас По единственной Дороге Ехал Ну Вот Вот Эта Вот Дорога Есть Правда Откуда Она Ведет Вопрос Интересный Это Что Погреб Такой Что Да Погреба Вторая Погреба А Дорога Идет Вниз С Горы Так Ну Конечно Любопытно Это все Слушайте Конечно Конечно Да Прямо Прямо Вот У меня Впечатление Атмосфера Вот это Прямо Захлестывает Не зря Сюда Приехал И Можете Вы Наверное Спросить А почему То Семьей Так Вот Семью Не взял Не поехал Сюда Все просто Потому что В такие места С детьми С маленькими Рисковать Ну Не стоит Вот Когда Испытал Уже Место То Можно Уже Без камеры Спокойно Ездить Потом Отдохнуть Допустим А Так Вот Чтобы С малышами Ехать Не понятно Куда Я сейчас Сам не знаю Отсюда Выеду Или нет Вообще Как Вот Без понятия Поэтому Лучше Не рисковать Но я вам Скажу Дорога Такая Каменистая И Если Что Выехать Отсюда Можно Вот Только Там Вместо Не очень А тут Неплохо Елочки Шишки Красота 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 Так А дороги Здесь Похоже И нет Похоже Это просто Спуск К реке Да тут Тут еще Елка Вон Повалена Лежит На карте На карте Конечно Как будто Дорога Есть Так вот Выглядит Все Но это На карте Это Со спутника На самом-то деле Лучше Посмотреть Прежде чем Куда Солнце Солнце Садится Надо Обратно Собираться Так Не Ребят Похоже Здесь Дороги По берегу Ну Может Она Есть Но Непонятно Что Там Будет Что Тут Вот Ручьи Через Ручей Я переезжал А здесь Устье Ручья Получается Там Может Вообще Не Проехать Короче Нет Вниз Я точно Не Поеду Будем Лучше Назад Рубиться Как Рубились Иду Обратно Итак Поворачиваем Сейчас Назад И Попробуем Проехать Вот Там Где Доски Лежат По той Дороге Вот По этой Вот И Я думаю Что Надо Будет Поворачивать Назад В принципе Частично Задачу Я свою Выполнил Первую Деревню Мы с Вами Увидели Вот Сейчас Надо Тогда Понять Как Проехать Дальше И Добраться Потом Будет До Другой Я не Знаю Ну Все Зависит От Того Конечно Как Сейчас Дорогой Потому Что Видали Тут Заготовлено Тут Вот Кто-то Сел Кто-то Капитально Сел А Другой То Дороги Здесь Собственно Говоря И Нет Получается Стропа Вон Вижу Стропа То есть Кого-то Здесь Вытаскивали И Дорога Идет Вниз Надо Сейчас Нам Снова Вылезти И Посмотреть Что Там Потому Что Не Очень Это Все Здорово Давайте Посмотрим Так Вот Видите Доски Или Тут Трелевать Их Пытались Кто-то Да Не Получилось Так Так Ну Да Дорога Вниз Идет Вот Это Место Вот Такое Жесткое Подальше Подальше Более-менее Нормально И Внизу Типа Мостика Что-то Сделано Отсюда Выехать Я В принципе Смогу Проблема Это Не Составит Так Что Я думаю Что Стоит Попробовать Сюда Проехать Ну Да Выйду Ну Давайте Тогда До Мостика И Посмотрим Что Дальше Будет Двигаемся Прямо Это место Я Объеду Объеду Подальше Тут Можно Здорово Присесть Здесь Трясина А вот Тут Вот тут Здесь Вот Можно Проехать Вот Прямо Здесь Но Для Начала Мне Хочется Посмотреть Что Тоже Вот Там Подальше Будет Так А тут Опять Топ Тут Короче Где-то Должна Быть Еще Одна Дорога Вот Я Не знаю Где Она Кстати Вот Тоже Дорога Тоже Кто-то Тут Ехал Не знаю Стоит Мне Тут Ехать В Обратный Путь Или Нет Посмотрим В общем Вот Здесь Сейчас Скатимся Ладно С этим Потом Разберемся С этой Дорогой Вот Здесь Сейчас Я Съеду Смотрите Сейчас Как Машина Накренется Так Вот Раз И все И съехали Волны Тут Здоровые Везде Лежат Тоже Надо Аккуратно Двигаться Может быть Не Кочка А Волун Такой Лежать И Можно На него Здорово Напороться Защитой А вот Сейчас Мы с вами Съезжаем Как раз Вот На эту Дорогу Вот Объехали То место И Попытаемся Вниз Спуститься Туда К этому Мостику Странному Объеду Я опять же Эту Жижу По траве Проверим Как тут С этим Дела Обстоят Ну В принципе Нормально Ветки Цепляются За днище Слышен Характерный Звук А мы Вот так Вот Попробуем Объехать То Что Тут Размешано Размесили Ой Друзья Мостик Здесь Конечно Я вам Так Скажу Ненадежный Это По ходу Дела Какой-то Самопал Тут Судя по всему Короче Это Нифига Не Не официально Не основная Дорога Здесь Кто-то Ехал Тоже В экспедицию Вот Наверное Эти Ехали Получается Видно Вот Тут бревна Наложены Был мост А сейчас Вот так Вот Ну что Гвоздей Тут нет Проехать Можно Я думаю Что да Я думаю Что можно Проехать Здесь И ехать Дальше Пробуем Тогда Наверное Чуть Немножко Здесь Досочки Подправлю И Проедем Дальше Дальше Там Это boa Дальше 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 Здесь Продолжение следует... Продолжение следует... Надо будет накидать досок потом. Если здесь обратно, конечно, поеду и нет другой дороги. Едем дальше. Вы, друзья, поймите, это... Вот, чтобы вы просто почувствовали, прочувствовали атмосферу. Это стоковая машина. Я один. Со мной нет никого. Вот, все, я один вообще полностью. Вдали вообще от дома сюда трактор не приедет. Не то, что там. О чем-то говорить еще. Так. Тут что у нас такое? Ну, так, ничего, нормально. Колеи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Тихо. Стоп. То есть я тут только вот на себя могу полагаться и ни на кого больше. Выручать меня отсюда никто не поедет. А дорога-то куда идет? Там хоть все в порядке и дальше-то будет? Или нет? Не знаю. Так. Ну что, давайте тогда сейчас попробуем сюда закарабкаться. И дальше посмотрим, что будет. Так, машина не двигается. Придется назад съезжать. Придется по пулю ехать. Я сейчас попробовал на второй, но не получилось. Очень, очень скользко. Очень скользко. Будем тогда по полю пытаться объезжать. Вот дровишки, видите, такие. Вроде как даже относительно свежие кто-то тут изготовлял. Так. В разрез-то из-за камня здесь вот не пройти. Тоже плохо. Ну ладно. Объедем. Объедем вот тут вот в стороне чуть-чуть. Надеюсь, что все будет в порядке. Я не провалюсь. Да. Все хорошо. Трава в этом случае спасает. Вот оно, это место. Я его объехал. И вот она дальше. У нас идет эта дорога. Ребята, там что-то жестко начинается. Что-то там, по-моему, совсем, совсем нехорошо. Вот они ехали и пили пиво. Все банки валяются по пути. Сейчас пойду дальше на разведку. В общем, у меня две новости. Одна хорошая, другая плохая. Начну с хорошей. Поворачиваю домой. Все. Солнце садится. Надо до темноты отсюда выехать. А плохая в том, что придется возвращаться по той же самой дороге, по которой я приехал. Вот по этой причине. На неподготовленной машине здесь не проехать. Вообще. Здесь натуральное болото. Видно, что здесь буксовали, кого-то вытаскивали. Там вон лапы разложены. Чурбаки разные. В общем, короче, дальше делать нечего. Значит, этот путь, этот маршрут мы с вами проверили. Возвращаться сюда, если только летом. Может быть, будет более сухо. Более сухо здесь. Ну и надо, короче, другую дорогу будет проверить. По низу. Есть тут еще какая-то дорога. В следующий раз будем проверять этот путь. А сейчас разворачиваюсь и еду обратно. Очень хорошо сегодня время провел. Очень я доволен. Побывал в таких местах красивейших. Можете представить, не можете. Камера эта, к сожалению, не передает. Всю эту красоту, которую я сейчас вижу. Вот, запахи, запахи и того лучше. Так. Все. Сейчас, короче, едем останавливать этот деревянный мост. И будем с вами пытаться отсюда выезжать. Задача развернуться. Развернуться и не сесть тут нигде. Опа, е-мой, тут керна какая-то в яму прямо уехал. Так. Ну что, едем. Едем обратно. И адреналин, и то же время вот. Ну я люблю, всегда вот это любил. Так вот куда-то выехать, чтобы место было мне неизвестное. И трудно проходимое. Думаю, вы должны теперь понять, почему у меня такая любовь к внедорожникам. Попробовал на лифтованном универсале, на кроссовере покататься. Ну вот не получается по таким местам ездить. Не получается. Только вот, только на серьезной технике можно ездить здесь. Так, ну что. Сейчас тогда нужно досочки выложить. Вон, как раз использую тут. Выложу досочки и обратно с вами будем выезжать. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Так, преодолели мы одну из сложных частей маршрута. Сейчас надо снова проехать по травке. Объехать вот здесь жижу. И двигаться дальше. Дальше будет сложнее. И впереди облачка вот такие вот гуляют. Я думаю, что хоть бы гроза у нас с вами не случилась. Так, ладно. Все, вперед поехали. Двигаемся. Вот здесь я ехал. Здесь и выеду. Вот они, рубили. Эти, кто тут пробирался, рубили елку. Так. А я сюда ехал, как в последний раз. Как будто больше я сюда не вернусь. Но, однако же, приходится мне ехать этой же дорогой и обратно. Другой я не нашел здесь. Может, плохо искал, но не нашлась. Поэтому, будем думать. Сейчас, что дальше делать. В принципе, я, наверное, так же через деревню махну. Тут вариантов-то как бы и больше вроде как и нет. Эти лужи уж ладно как-нибудь по другой траектории. Постараюсь объехать. Что делать? Ой, е-мое, какая тут... Какой тут камень-камень? На камень наехал. Да, вот видите как. Так, 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 так. Сейчас давайте-ка проверим. Знаете что, колесо у меня не спустило. Что-то меня как-то замотало странно. Здесь все в порядке. Так, это нормально. На холмике тут просто стоит. Да нет, слушайте. Что-то показалось, видимо. Или подспущено вот это вот. А не, оно просто так стоит. Не хватало мне тут еще гвоздя поймать. Ой, блин, быстрее выезжать надо. Как я ехал-то вообще здесь? Что-то я уже забыл. Лучше, наверное, по этому полю, да? Вот тут вот прямо срезать. Как раз вот... А, вот тут мои следы есть. Здесь и поедем, значит. Не будем рисковать нигде. По проторенной дорожке. И вперед. Вот да, вот здесь вот я переваливался. По-моему. Мои следы. Остается, получается, у нас вот тот вот ручей. И все. И больше ничего такого вроде тут быть не должно страшного. Где плиты, я имею в виду ручей. Так, вот эти вот нам надо сейчас объехать. Колеи. Опа. Да так-то, слушайте, тут вот эта дорога. Не сказал бы я, что слишком... Слишком такая плохая. Может, не знаю, попробовать по ней проехать. Страшновато, конечно. Не хочется тут никак вот застрять. Но уж очень хочется побыстрее. Все эти места страшно именовать. Так. Ладно, давайте. Где ехали, короче, там и поедем. Ну его. Ну его к черту. Поедем здесь. С Богом. Так. Так. По этой деревенской улице проехать. Самое главное. Вот тут вот бока. Сбоку. А тут, может, и альтернативный какой-то путь найдется. Так. Попробуем. Попробуем. Вот так вот. Получается. Я вот здесь могу попробовать, кстати. Тут кто-то и так уже ехал. Кто-то тут ехал. Я сейчас попробую на второй. Второй пониженной. Ага, слушайте, вот получилось. И надо теперь выскочить на пуле. Через эти грязи. А как это сделать? Вот в чем вопрос. Чтобы безопасно. Безопасно это все было. Тут на мотоцикле кто-то ехал, кстати говоря. Так. Вот сюда мне, конечно, не хочется в эти колеи соваться. Я тут провалюсь. Так. С разгону попробовать выскочить. И по полю проехать. Давайте так попробуем. Все. Готово. Теперь едем обратно. По полю. Как сюда и ехали. Аккуратненько. И последнее такое серьезное препятствие, которое отделяет меня от цивилизации, это вот тот мост с плитами. Это, конечно, да. Это будет интересно. А для меня несколько волнительно. Но выбираться надо, что поделать. вот здесь вот проезжаем. Прекрасно. Выезжаем на нашу дорогу. Так. Вот здесь я, пожалуй, поверну опять на поле, как я и ехал. То есть, мне там съезд больше нравится. Кстати, с мужиком вот сейчас вот из той деревни разговаривали вот насчет как раз внедорожников-то. Вот про Дастер как раз речь зашла. Почему они тут не живут, эти Дастеры? Потому что брюхо плоское. То есть, это легковая машина, все равно кроссовер, как бы лифтованный. Логан, получается, подвеска-то у него легковая. И, соответственно, вся у него компоновка легковая. То есть, ровное днище. Ровное днище. А здесь, если заглянуть под машину, тут у нас есть нижние точки. Это картер моста и впереди защита. А здесь-то почти под 40 сантиметров. Вот. И база. Короче. И вот за счет этого машина проходимая. Ну и хода-подвесок, естественно, играет свою роль. То есть, вот в деревенских-то это все уже испытано. И другого здесь кроме как УАЗы УАЗы и какие-то НИВы и какие-то внедорожники иностранные. Здесь другого ничего не живет. Так. Вот знаете, что? Здесь вот мне сейчас лишь бы не промахнуться. мимо плиты. Вроде бы нормально. И выехать в разрез. Так. Вроде я не промахнулся там, не знаю. Чуть попробую взять правее. чуть правее взять. Вот так вот. Вот. Вот так вот будет лучше. Я думаю, что блин, куда я съехал-то? Не посмотрел. Так. Тут нормально. Здесь нормально. Ох, какая грязь. А, я на плиту тут и попал. Все правильно. Сапоги вымою. Тут плита. Она, видите, она здесь заканчивается. Я сейчас на нее как раз должен на эту плиту залететь. Ну и дальше пойдем вот так. Как-то. Как-то так. Так, посмотрели. Все в порядке. Можно аккуратненько двигаться вперед. Вот так вот. И я, получается, попадаю на плиту. Вот. Так, сейчас заднее колесо должно заскочить. Вот так вот. Все, отлично. Ой, ребята, самое вот здесь место такое страшное теперь у нас предстоит пройти. Будем пытаться. Аккуратненько, аккуратненько. Вот тут вот в разрезик. Давай, 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 давай. Тихо. Вот сейчас надо надо осторожно. Осторожно. Может быть, даже в раскачку. Главное, не накопать сейчас. выскочить сюда и вот так вроде получается чего-то в канаву. Вот я не хочу сюда попасть в бок. Так. сейчас думал, выскочу, а нет, не получилось. Все равно в колью меня сточило. Сейчас. Видите, там что накопано. Сейчас. Раскатаем немножко и выскочим. Главное, что машина двигается и все. Остальное все не важно. Ну вот, смотрите. Так. Нет, не получается пока еще. Пока еще не получается. Ну ничего, мы будем пробовать все равно. так. Вот я тут куда-то съезжаю, непонятно. Что-то вообще теперь подвис. Так, надо смотреть, короче, что там. выехал. Ура! помогли лапы и несколько найденных досок. Удалось выцарапаться уже потом. Ну чего, короче, вот было решение правильным повернуть. Сейчас, короче, надо в темноте искать обратный путь. То еще скажу я вам удовольствие. Вот так, товарищи, бывают на бездорожье. Всегда можно ожидать какую-нибудь неприятность. Вот, пожалуй, здесь самый главный совет от меня будет. Я все-таки опыт у меня какой-никакой есть езды по таким дорогам. Вот, когда машина начинает, короче, закапываться, не надо дальше продолжать копать. Очень большая ошибка, когда вы в одиночку путешествуете. Потому что лучше машина будет двигаться, чем будет висеть. Вот это вот, пожалуй, такая основная мудрость в данном случае. Так, а нам тут вот надо въехать все вот это хозяйство как-то. Я вот, честно говоря, не помню, как я здесь ехал-то. По-моему, я ехал по верху. Здесь я, по-моему, не ехал. Не хочу лезть в колеи. Поедем туда, поедем наверх в гору. Лучше ехать по полю, чем пожиже. Да, я тут и ехал, все правильно. Вот мои следы. Как жалко, что до темноты дотянул. И вам не видно ничего, и мне ничего не видно. И куда мне дальше? Опа! Да. Наверное, я думаю, что куда-то вот туда в загородку. Там, видите, есть такой загон. А, вот здесь вот. Вот здесь я, по-моему, ехал. Да. Похоже, что тут. Вот, да. дождик еще пошел, мелкий моросит. И вижу, уже вот огонь горит там в каком-то доме. Кто-то сидит в тепле, в уюте. А я тут лазаю, понимаете, или по горам, по местным. Так, а где я тут ехал? тут что-то очень такой крутой спуск. Я боюсь как бы носом не ткнуться. Да. Я-то ехал, по-моему, где-то тут вот. Вот здесь я, по-моему, заезжал. Так, ну, тут заезжал, тут и съезжать наверное буду. Да, примерно так. Подъем, конечно, сюда будет тоже непростой. В эту горку тут, блин, очень все это здорово выглядит. Но попробуем аккуратно. пробуем аккуратненько вот здесь вот съехать. Так, вот тут надо развернуться на этом пятачке. На этом пятачке нам надо, товарищи, развернуться, чтобы продолжить наш путь. Дождь, конечно, сейчас мне не нужен, потому что может все размочить. а это будет не здорово, если здесь все размочат. Так, ну, вот здесь вот сейчас съедем мы с вами. Вот так вот. Отлично. Ну, а тут, а тут я не знаю как. Здесь надо шпарить весь опор. Перешел я на телефон, потому что на камеру уже ничего не видно. Значит, последнее у нас вот такое вот препятствие. и его, я думаю, преодолевать стоит максимально быстро. Поэтому дождик вот пошел еще как не кстати. Поэтому включаю я вторую пониженную и начинаю лупить. И начинаю вот так вот лупить просто сюда вот то. Опа. И есть. Ну, все, друзья, свобода. Ура! Выехали мы из плена из этого адского. Ой, мое. Я доволен сегодняшними приключениями. И здесь дорога, как мне рассказали, идет куда-то вот здесь вниз. Туда мы с вами и поедем, товарищи. Туда мы и поедем. Не знаю там куда только. Куда мы там поедем. где-то тут должна быть дорога. Сверился с картой. Ехать надо вот мимо этого дома вниз. Куда-то вот туда. Куда-то туда вниз. Вот там живет мужик, с которым я беседовал. Вот сюда, наверное, куда-то ехать надо. Или сюда. В темноте не разберешь, где тут дорога. непонятно. непонятно. Ничего не видно. Ничегошеньки не видно. Куда ехать непонятно. То ли вниз. ну что, поедем вниз, тогда потихоньку будем спускаться. Посмотрим. Туда я еду, не туда, здесь дорога, не здесь. На дорогу, честно говоря, это не похоже. Это похоже на поле. Дорога, наверное, где-то в стороне осталась. Надо осмотреться, короче, выйти. Пойду посмотрю. В общем, еду вниз, вроде бы надо туда. Карта показывает, что вроде бы. Но на самом деле там ли дорога, я не знаю, ребята. Вообще не знаю, честно говоря. Что-то Яндекс тут тупит. Вроде как какие-то колеи есть. Непонятно ничего. Лишь бы здесь опять не застрять нигде. Не хочется, честно говоря, мне сидеть на дожде. Так вот, хочется мне уже залезть в ванну и немножко расслабиться после сегодняшних приключений. Е-мое, фиг знает куда ехать. Вообще непонятно. Какие-то все колеи, колеи, колеи. И чего, и чего. Ну да, колеи. Вот. Впереди вроде что-то виднеется. Что-то похожее на дорогу. А так встать, чтобы туда свет доставал. Ну да, что-то похоже там есть. Вон там. Оно, не оно. В темноте, не дай бог так ездить. А, вот тут вроде тоже какая-то дорожка есть. Ну так-то вроде ничего. Пока ничего страшного не происходит. так. Ну вот, вроде как бы нормально. Сейчас еду. Вроде тут дорога. Вот видно тут, что кто-то ездил. Видно, что кто-то тут ездил. И так приседал чуть-чуть. Ну да, похоже, что вот. Вот тут вот похоже, что дорога. Я-то думал, все, приключения на этом закончились наши. А нет, не закончились, они продолжаются. Они продолжаются в темноте, потому что неизвестно, куда ехать надо. Я тут вообще никогда не был в этих местах. тут конкретно не ездил. какая-то вот еще одна дорога, да. Вот она, да. Во, ребята, во, во, точно. Вот это, наверное, дорога-то и есть. Я объеду по полю. фу, фу, выехали, ура, 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 сейчас вот этого переехать, мостик, и все, на свободе. все, все, Можно отключать пониженно и спокойно двигаться дальше. на дороге сидят лягушки. Да, едем уже по накатанной хорошей каменистой дороге. Поднимаемся в гору. Ну, будем, ладно, потихоньку поеду. Сегодня приключение выше крыши и мне это нравится. Мне это, друзья, нравится. Провел выходной хорошо, но планировал, конечно, вернуться пораньше. Теперь до дома возвращаться. Ну, что, доберусь за полчаса, за часик-то, я думаю, что. Все, цивилизация. Ура, приехал. все, сейчас в ванну заберусь, буду отмокать. Смотрю фотографии, что нафотографировал в этой поездке. Ну, и смонтирую ролик для вас. После такого, кажется, ну, все, никуда больше не хочется ехать, а завтра уже снова потянет. Ну, все, всем пока, друзья. В общем, до новых встреч на канале. Субтитры сделал DimaTorzok.